С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. Носить или не носить? Все больше дискуссий разворачивается по поводу использования защитных масок. Одни считают, что надевать маску необходимо лишь заболевшим. Другие утверждают, что подобные средства индивидуальной защиты достаточно эффективны. 90 лет на благо жителей Заполярья. Юбилей отмечает служба почтовой связи. В нашем эфире расскажем о большой сети, выполняющей множество социальных функций и осуществляющей доставку печатной внутренней и внешней корреспонденции во все уголки нашего региона. До юбилея Великой Победы 9 мая осталось всего 16 дней. В преддверии большого праздника телеканал «Север» расскажет о героях-земляках. Один из них – военнослужащий пограничных войск Красной Армии Федор Хатанзейский. Сегодня, 22 апреля, россияне приняли бы участие в голосовании по поправкам Конституции Российской Федерации, если бы не пандемия коронавирусной инфекции, разгулявшейся в мире и пришедшая в Россию. Указы президента, дата голосования перенесена на неопределенную дату. Тем временем, каждый день из оперативного штаба поступают все новые данные о распространении коронавируса в регионах страны. Так, по состоянию на 22 апреля на территории России выявлено опять более 5000 новых случаев заражения. Общее количество заболевших – почти 58 тысяч. За сутки скончались 57 человек. Всего за время пандемии ее жертвами стали 513 россиян. В Нинецком округе остается зарегистрированным один случай новой коронавирусной инфекции. Заболевшие чувствуют себя хорошо. По состоянию на 22 апреля обследовано 156 контактных граждан. Все результаты на данный момент отрицательные, но наши граждане, находящиеся в изоляции, должны помнить, что они находятся в изоляции по 23 апреля 2020 года включительно. То есть выходить на улицу они могут только с 24 апреля 2020 года. Состояние заболевшей нормальное. У нее отобраны дважды были пробы для исследования на коронавирусную инфекцию. Мы получили два отрицательных ответа, и поэтому 23 числа она будет выписана из стационара. Добавлю, режим повышенной готовности в соответствии с постановлением в Рио губернатора Нинецкого округа сохраняется в регионе до 26 апреля. Запрещены все массовые мероприятия. Лица старше 65 лет должны находиться в самоизоляции. Школьники и профучреждения на дистанционном обучении. В детсадах только дежурные группы для детей, чьи родители должны работать. Жителям Заполярье напоминают об административной ответственности за нарушение режима самоизоляции и невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. С начала апреля в России за подобные нарушения в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях действуют увеличенные штрафы. Так, за нарушение санитарно-эпидемиологических мер, которое повлекло угрозу распространения заболевания, для граждан сумма штрафа составит от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц от 50 до 150 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 50 до 150 тысяч рублей, либо приостановка деятельности на три месяца. Для юридических лиц действуют максимальные штрафы от 200 до 500 тысяч рублей или закрытие на 90 суток. Также Кодекс об административных правонарушениях дополнен статьей, которая предусматривает наказание за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. В этом случае физическим лицам грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей, должностным лицам от 10 до 50 тысяч рублей, ИП от 30 до 50 тысяч рублей юридическим лицам от 100 до 300 тысяч рублей. Если невыполнение правил повлекло причинение вреда здоровью человека или имуществу, размеры штрафов существенно повышаются. От 15 до 50 тысяч для граждан, от 300 до 500 тысяч или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет для должностных лиц и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 3 месяцев для юридических лиц. В настоящее время в различных источниках информации мы встречаем порой самые противоположные мнения о пользе медицинских масок для защиты от инфекции. Так, МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе. Об этом говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса. Некоторые специалисты в сфере здравоохранения заявляют о том, что носить медицинские маски должны только заболевшей инфекцией или с подозрением на нее. А здоровым людям маски ни к чему. Так, одевать ли медицинскую маску при выходе из дома на улице или нет? Давайте разбираться. В швейной мастерской Ольги Кокориной кипит работа. Маски шьют с раннего утра и до самого вечера. Заказов много и от населения, и от организаций. Изначально мы начали вообще сотрудничать с модной штучкой. Модная штучка увидела у меня маски. И они начали заказывать для себя, для магазина на реализацию масочки. Вот. То есть, сначала мы работали с ними, а потом, да, действительно, с Ненинской фармацем мы заключили договор. И вот поставляем, отшиваем маски туда и на продажу. На пошив одной маски в среднем уходит 30 минут. В ателье уже изготовили несколько сотен средств индивидуальной защиты. Делают их из материала, приятного для носки. При этом мастерицы могут нанести любой принт. Все. Такая не загнулась туда, не попала. Я при температуре 200 градусов. То есть, это опять еще дополнительная термообработка, да, термическая, которая убивает микробы. То есть, вообще, у нас много этапов получается вот этой обработки. Многоразовые маски, в отличие от фабричных одноразовых, позволяют сэкономить, ведь их можно повторно использовать после стирки и глажки. Причем, такие маски можно изготовить и своими руками. Это несложно, тем более, что инструкциями и советами по их изготовлению пестрит интернет. Что касается дискуссий по поводу их эффективности для здорового человека, в окружном Роспотребнадзоре рекомендуют использовать маски, так как они создают дополнительный барьер для вирусов и бактерий. Ну, маску, конечно же, нужно носить, но мы должны понимать, где ее носить и как ее применять. То есть, мы должны носить, но в автобусе обязательно нужно носить маску. То есть, первое правило, если вы идете в место какого-то скопления людей, то маска, она обязательно. Если вы вдруг решили погулять в лесу, то, может быть, она вам там и настолько нужна, поскольку там нет контактов, там нет зараженных и так далее. Места массового пользования обязательно. Обязательно нужно помнить то, что ее нужно периодически менять, каждые 2-3 часа. То, что ее нужно правильно утилизировать. Если вы пользуетесь многоразовыми масками, то, соответственно, вы тоже их должны использовать не более 3 часов, затем стирать и обязательно проглаживать потом утюгом несколько раз, чтобы ваша маска была чистая, чтобы вы могли ей снова воспользоваться. Учреждение здравоохранения «Заполярье» обеспечено медицинскими масками в полном объеме. Также средствами индивидуальной защиты обеспечивают работников тех предприятий, которые в условиях режима повышенной готовности остаются на своих рабочих местах. Это обязаны сделать работодатели. В редких торговых точках Нарьинмара встречишь продавца и кассира без масок. Масками также обеспечены сотрудники полиции, волонтеры, воспитатели дежурных групп детских садов. Сегодня и телевизионщики идут на съемки только в масках и перчатках. Что касается свободной продажи медицинских масок в аптеках города, то их здесь пока нет. Что касается масок, то это, наверное, проблема всей страны. Я уже говорил об этом, что, например, если брать Россию, производство масок в стране сейчас возобновили с регистрационными удостоверениями где-то в пределах 2 миллионов. Это в сутки. Потребность медицинских организаций больше 10 миллионов. Давайте мы сперва обезопасим тех, кто лечит, именно кто в очаге находится. Это не исключает в повестке того, что нужно решать вопрос по населению. И на сегодняшний день Архангельской области Александр Атачеван Цибульским решил вопрос о поставке масок в Архангельске в большом объеме, где наша есть партия 200 тысяч масок. И сегодня через Центр развития бизнеса выделяется кредит под небольшие проценты, чтобы у нас фармация могла приобрести эти маски, и чтобы они в рознице появились в ближайшее время. При носке защитных масок необходимо помнить о правилах их использования. Аккуратно наденьте маску, чтобы полностью закрыть рот и нос, и надежно закрепите, чтобы минимизировать любые промежутки между лицом и маской. Во время использования не касайтесь маски руками, снимите маску, используя соответствующую технику. То есть не касайтесь передней части, а снимайте за шнурок сзади. Меняйте маску на новую чистую, сухую маску, как только она становится влажной, и не используйте повторно одноразовые маски. Алина Ваучейская, Владислав Носкин, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». Ровно 90 лет назад в Ненецком округе появилась служба почтовой связи. Сейчас это большая сеть, выполняющая множество социальных функций и осуществляющая доставку печатной внутренней и внешней корреспонденции во все уголки нашего региона. О стремительно развивающемся учреждении в нашем следующем сюжете. Поставить флаг, сделать такую башню и все. Но все равно архитектор настоял на том, чтобы сделать башню такую, как она есть сейчас. Ставшее визитной карточкой города здание главпочтанта было введено в эксплуатацию в 1954 году. По задумке архитектора, крыша была спроектирована по образцу Кремлевской башни. Бумажные свидетельства тех событий хранятся у руководителя регионального отделения Почты России Андрея Попова. Уникальные чертежи, фотографии и атрибуты скоро смогут увидеть и жители, и гости города. Сейчас, если у нас заходит киоск, скоро киоска не будет. Там будет сделан исторический уголок и уголок для посетителя, который мог бы тут же написать поздравление или привет и отправить это в любую точку страны. Региональный филиал стремительно развивается. Сейчас в округе 29 отделений связи, предоставляющих всевозможные услуги. В работу почты активно внедряются и цифровые технологии. Также у нас электронный сервис очень сейчас распространен. Физическое лицо при получении любого РПО, то есть регистрированного почтового отправления, то есть то либо письмо, либо посылки, он может получить его, не принося паспорт. То есть он говорит номер телефона, оператор заводит номер телефона, получает смс, подтверждение смс, и мы выдаем письмо или посылку. Но как бы ни развивались технологии, без человека на почте не справиться. Например, без почтальонов. Ну вот нам привозят почту, мы её сортируем, готовим почтальонам на участке. Они это всё берут, письма это себе уже сортируют, делают поход, отправляют пачки и идут в доставку. Потом они приходят с этими письмами заказными. Простые они уже все по ящикам, по организациям разносят, а простые письма они, ой, заказные письма они сдают нам на проверку. Вот я сейчас чем занимаюсь, проверяю, что они доставили, что не доставили. В Ненецком краеведческом музее хранятся уникальные предметы-атрибутики и фотографии работников связи. На одной из них видим хрупких девушек, которые до конца 70-х годов должны были дважды в день разносить корреспонденцию. Например, свежие выпуски газеты «Нарьяна Виндер» жители города получали уже к 8 утра. Такие плащи носили сопровождающие почту по рекам нашего округа. У связиста был корабль с названием соответствующим связиста. И вот это такая униформа, тёмно-синего цвета. Один из экспонатов – сургучница, устройство, которое уже вышло из обихода. Мы помним, как раньше почтовая посылка или заказное письмо. Заливался сургуч, ставился штамп, и мы получали гарантию сохранности предмета, который посылался по почте. Невозможно представить нашу жизнь без работы почтовой связи. На благо жителей округа сегодня трудятся порядка 190 сотрудников почты. И даже сейчас, в период пандемии, эти люди на передовой. Такова их работа. До юбилея Великой Победы 9 мая осталось всего 16 дней. В преддверии Большого праздника телеканал «Север» расскажет о героях-земляках. Один из них – военнослужащий пограничных войск Красной Армии Фёдор Хатанзейский. Герой – один из первых участников Великой Отечественной войны – был удостоен высокой государственной награды – Ордена Красного Знамени. Любовь Пермякова продолжит. «Хатанзейский Фёдор Семёнович. Газета Нарьяна Вендер. 19 декабря 1941 года опубликовала его письмо за подписью «С приветом ваш земляк ордена носит Федя Хатанзейский». Имя этого героя мало кому сегодня известно. Главный научный сотрудник Ненецкого краеведческого музея Марина Колавангина показывает нам письмо с фронта. Оно принадлежит 28-летнему пограничнику-уроженцу Большеземельской тундры Фёдору Хатанзейскому. Когда он с группой пограничников был в разведке в тылу немецких войск на ленинградском направлении, и они разгромили штаб немецкой части, захватили ценные документы. Он был пулеметчиком, и в этом бою отличился, и был награжден первым из ненцев Великой Отечественной войны, он был награжден орденом Красного Знамени. Орден Красного Знамени – один из высших орденов СССР, первый из всех советских наград. Был учрежден за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите социалистического отечества. Орденом Красного Знамени также награждались воинские части, военные корабли, государственные и общественные организации. Вплоть до учреждения Ордена Ленина в 1930 году Орден Красного Знамени оставался высшим орденом Советского Союза. В наградном листе хранятся следующие данные. Орден Красного Знамени Фёдор Семёнович получил за разгром штаба немецкой дивизии в районе Лозгорова. По архивным материалам награда получена за номером 0543 14 марта 1943 года. А в письме, которое опубликовано в нашей окружной газете, описан подвиг словами самого Фёдора. Конечно, написано не для родных и близких, оно от такого более официального плана, но содержит информацию такого колоритного местного значения. Например, посмотрите, в письме сказано, враг хитёр и силён, но мы сильнее его. Мы должны своевременно разоблачать вылазки врага. Немецких фашистов надо уничтожать так, как наши пастухи-оленеводы уничтожают в тундре волков. Такое сравнение, да? Кстати, кроме высокой награды Ордена Красной Знамени в наградной копилке пограничника есть медаль за оборону Ленинграда и за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Вот так выглядит наш герой Фёдор Семёнович Хатанзейский. Он родился на Вайгаче в 1913 году. Прошёл всю войну, был семь раз ранен и завершил свой боевой путь уже в звании лейтенанта. После окончания войны Фёдор Семёнович работал в республике коми юристом и адвокатом. Точная дата смерти нашего земляка неизвестна. Но, как показало время, боевой подвиг пограничника навсегда вошёл в историю России и Ненецкого автономного округа. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. 22 апреля исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Действительно исторической личности для нашего государства. Его роль в истории Российской империи в период советской власти сегодня трактуется неоднозначно. Для одних это человек, обернувший эволюционный путь развития России в революционный и положивший на алтарь революции тысячи жизней россиян, развязавший гражданскую войну в стране и репрессии. Для других Ленин по-прежнему остаётся вождём мирового пролетариата, кумира. Как бы там ни было, историю не перепишешь. Её просто нужно знать, отсекать ненужное, сохранять полезное. Традиционно в этот день представители партии КПРФ приходят на площадь имени Ленина и возлагают венки и цветы к его памятнику. Этот год не стал исключением. 22 апреля в 1870 году в городе Симбирске родился Владимир Ульянов. Будущий революционер, который впоследствии взял псевдоним «Ленин». Товарищи трудящиеся, помните, что вы сами переуправляете государством. В принципе, народное управление государством сохраняется и на постсоветском пространстве, путём публичных выборов, представительные органы власти всех уровней. Отличие в том, что во времена Советов избранниками народа становились представители только правящей партии, ВКПБ и КПРФ. Теперь в России многопартийная система. В региональном парламенте, например, она представлена депутатами партии «Единая Россия», ЛДПР «Справедливая Россия Родина» и КПРФ. Для коммунистов 22 апреля значит больше, чем историческая дата. Вообще в этом году наша страна отмечает две великих даты. Это юбилей победы советского народа и юбилей Вадима Ильича Ленина. Вчера наша партия провела всесоюзное партийное собрание, и сегодня коммунисты Ненецкого автономного округа, сторонники партии, собрались на главной площади города Наринмар, чтобы почтить память вождя Вадима Ильича Ленина. След любой публичной личности в истории научные круги оценивают всесторонне, складывая в единую копилку все за и против. Получается достоверный исторический портрет. Вчера состоялась очень интересная конференция. всесоюзная ее назвали, потому что принимали участие представители коммунистических партий, левого движения и Кубы, и Вьетнама, и стран бывшего Советского Союза. Все они подчеркивали, что Ленин не только воспринял передовые для 19-го, 20-го века идеи революционного преобразования мира, но эти идеи активно притворял в жизнь. Историческую роль Ленина сегодняшние коммунисты видят в том, что он заложил основы для создания, для образования Советского Союза, Советского государства с основными направлениями, социальными ориентирами и в развитии коммунистического общества в нашей стране. Первый памятник вождю мирового пролетариата в Нарьинмаре был установлен в 1949 году. Он был изготовлен из гипса, поэтому до наших дней не сохранился, так как разрушился. Современный, привычный каждому горожанину памятник Ильичу, был установлен 50 лет назад, к 100-летнему юбилею Ленина. Бронзовый Ленин на одноименной площади долгое время, бывший центральным в Нарьинмаре, стал первым настоящим добротным памятником в городе. Нет ни одного города в стране, где бы не были сохранены монументы Владимиру Ильичу. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.